Вот фотографии 8-го Б-класса средней школы номер 8, где прилежно учился Вова Карват. Здесь его учебники, дипломы, победители и кадры из жизни. Ему пророчили блестящую футбольную карьеру, а он выбрал авиацию. Во время очередного учебно-тренировочного полета в его самолете произошло возгорание, и Владимир Карват не исполнил приказ катапультироваться, уведя горящий и практически неуправляемый самолет от деревень Большой Гатище и Арабовщина Барановического района. Звание первого героя Беларуси присвоено ему посмертно, а учащиеся родной школы накануне дня рождения героя собираются, чтобы почтить его память. С ребятами мы говорим о том, каким простым мальчишкой был Вова Карват, любящий играть в футбол, кататься на велосипеде. Мы говорим о том, каким целеустремленным юношей был Володя Карват, и говорим о том, каким летчиком был Владимир Карват. Мы вспоминаем сегодня маму первого героя Беларуси, Агриппину Дмитриевну. Эта женщина в своей жизни вроде не сделала ничего примечательного, но она сделала главное. Она воспитала сына, который стал настоящим человеком. Она воспитала сына, который стал героем. Именем Владимира Карват теперь названа школа, где он учился. Здесь организованы военно-патриотические классы и работает клуб «Патриот», открытое заседание которого ежегодно проводится накануне дня рождения героя. Его участники проводят большую исследовательскую работу и являются экскурсоводами школьного музея. Но главное, Владимир Карват для каждого из них стал примером настоящего подвига и самопожертвования во имя людей. Владимир Карват, он первый герой Беларуси. Школа наша носит его имя, и мы, учащиеся в нашей школе, очень сильно ценят это. Я знал, что тут будут военно-патриотические классы, мы будем ходить в форме, и я именно поэтому выбрал эту школу. В настоящее время многим стоит брать с него пример. Наверное, для каждого из учащихся в нашей школе огромная гордость здесь учиться и очень ответственно нести эту миссию. Торжественные мероприятия на этом не заканчиваются. Символично, что именно в этот день ежегодно учащиеся 10-х классов произносят клятву. Бороться с завистью и злом за честь свою, за Беларусь. Добра и радости послом повсюду быть. Клянусь, клянусь, клянусь. Получают право на ношение специально утвержденной формы и документ, удостоверяющий это право. Патриотическое воспитание нашей молодежи является одним из наших приоритетных направлений в том числе. Ведь уже с юного возраста люди должны понимать и обладать правовой определенной культурой. Решать для себя какие-то вопросы, куда они хотят поступить в дальнейшем и с чем связать свою жизнь. Финальным мероприятием дня становится возложение цветов к памятнику Владимира Карвата. Первый герой Беларуси для этих ребят, да и для всех нас, пример героизма и мужества, с которым каждый будет сравнивать свою жизнь и свои поступки. Сегодняшний день деток учит быть послушными гражданами, уважать свою родину, уважать людей в форме, быть достойными ношению этой формы. И сегодня в наши дни есть место подвигу, потому что героями не рождаются, героями становятся. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктовая».